И так спрашивают, неужели они приткнули, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычников, чтобы возбудить их ревность. Кто-нибудь, он послушал бы, что я говорю, и он бы там стоя с кем-то раздавал, сказал, ты что, православные приткнулись, уже никогда не встать. Прямо по тексту читаю. И вот сейчас читали евангельское чтение, набрали оставшихся кусков 12 кораблов. Вопрос, а почему 12? Зачем эта цифра нужна? Интересно, Иоанн Вартауз говорит, хотя это доказать никак нельзя, чтобы каждому апостолу было по корзине, чтобы они собирали и думали, как и откуда это, когда всего-то было 5 хлювов, как у нас всего 4 евангелия, откуда и 2 Рима, и 2 Новых Завета, это Новый Ветхий Завет. То есть мы можем куда-то применить это, но... И они прикасались своими руками. Он Лазарь воскресил, а развязать не развязал. А развяжите? Господи, а почему развязать? Это любой может развязать? Чтобы запах вена в воне, все на руках было. Знаете, когда мы к чему-то прикасаемся, к такому, ну а там он разложился, там все на руках у них, когда не развязали, как осторожно, брезгливо к веревкам. А он стоит там под этой зловоной простылью-то. Чем они укрывали его? Чтобы они помнили, наполните сосуды вином. Ну сам ты, Господи, можешь их наполнить? Если уже превратил, а наполнит. А что я ему сказал, они полны? А чтобы они носили, черпали, вспоминали. Я же воду лил, я лил из колодца. Это не вино заранее налито было. Вот для чего. И Господь в нашей жизни иногда допускает к чему-то прикасаться, пробовать языком видеть. Мы близко соприкоснулись со Христом. Очень близко. И мы поняли, как он благ. Когда мы разговариваем со священниками, мы говорим, у тебя прихода-то нет никакого, ты никого не знаешь. Нет фиксированного счета прихожан. Ни один не может назвать цифру. Вот вы можете сказать, что потеряет не столько-то человек. Мы в общем не даем отчет и говорим, у нас с детьми 99. А почему не столько? Ну не хватает одного героя. Мы точно знаем. Ни в одном храме никто не знает. Фиксированного числа нет. А это значит, я под сомнение ставлю, вообще знаешь ли своих или не знаешь. Ну спроси, сколько у тебя куриц? Потерялось сколько гусят? Ты уже узнала? Ты сразу засуетилась, забегала. А когда потерялась полностью вся восточная церковь, никто не передвыкался кодексом. Потерялись все монастыри в Египте. Нет ни одного монастыря. И никто не беспокоится. Ведь речь идет не о двух человеках, а о миллионах. Ну где исследование прошло? Почему монастыри египетские исчезли? Почему патриархаты там исчезли? Сегодня начинает додумываться. Есть идиакон профессор и объясняет, потому что не проповедовали. Дошло на развальных и сидим. Спрашивает он, потеряете дети? Вот они вырастают, уезжают. Что будет дальше? Я знаю все в Слове Божьем. Все во Христе. Почему голландский фермер не заботится, что его сын уйдет компьютерщиком или кем-то будет? А все дети остаются здесь, заканчивая университеты. Он принимает отца и эстафету, потому что ему помогают там. Почему у нас так легко покидают православную веру куда-то люди идут? Да он ничего здесь не имел. Я все время знаю с сектантами. И у меня мысль перейти куда-то, настолько кощунственной кажется, обидной, да куда же я пойду куда-то в церковь? Это моя церковь. Тяжело, тяжко, смертельно, больно, но это моя церковь. А то секты, они вообще никто. Они могут знать количество членов, я добавлю, погибших. У нас нет фиксированных, но среди нефиксированных есть те, которые Бог знает. Которые знают, что такое Христос, что такое церковь. Самое искаженное понятие во всем мире, сныне у сектантов, не о Христе. Христа признают как единого Святой Троицы, равного Отцу и Духу Святому. Ложное, искаженное, извращенное понятие о церкви. Мы двое или трое, и Христос среди нас. Это лютый обман. Не двое или трое, а во имя Христа. И не собрались, а собраны. Собрана-то внешняя сила. Это Дух Святой соберет. А Дух Святой все, кто не собирает. И поэтому они не собраны, а собрались. Деяния 13.42. Говорится о том, как мы и приткнулись, почему упали. И где об этом говорится в Священном Писании. Я решил найти эти места. При выходе их из иудейской синагоги, язычники просили их говорить о том же, в следующую субботу. А что они делали? Не сказали, приди с Иераршима Лебед в следующую субботу, а говорили. И Павел пришел, что литургии начали служить? Нет, конечно, говорить им. А прочие ожесточились. А падение их? Конечно, страшно. Тысячи шестьсот лет. А Рома две тысячи лет. Ужас. Две тысячи лет. Это такой огромный срок. Они ждали Христа, и когда пришел, не узнали. Ждали с фронта солдата, родители. У меня рассказ записан такой. А он пришел, не дождался, лег надпись. Ах, чемоданы оставил. И родители решили заблудеть. Сел не хватает, к соседу пошел. А сосед говорит, пошел ты за бутылкой. Да какая тебе бутылка? Ты сам варил самокон. Сына дождались на всю деревню один. Он бегом со всех ног. А уже в дверях стоит бабка. Не надо, я уже укушил его. Уже зарубила сонного. Дождалась с фронта. Да это же про нас все говорится. Пришел Христос, и не узнали. Я вам говорю о Христе. Везде говорю о Христе. Другого слова, как юридика, отступника у меня нет. Это моя награда. Как насчет данных братьев. С этим именем я явлюсь перед Господом. Деяние 13, 16-48. Тогда Павел и Варнава с верзновением сказали, вам первым надлежало быть проповеданным Словом Божием. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни. Это вот, мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедовал нам Господь. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение на крае земли. Язычники, слыша это, радовались. И прославляли Слово Господнее. И уверовали всех, которые были предоставлены к вечной жизни. Когда я говорю о том, что на первом месте должно быть Слово Божие. Что его надо исследовать, изучать. И через каждую строчку мы увидим Христа. Кто прославил Слово Божие из православности? Наконец-то мы услышали. Они не могут отвечать, а вас батюшка благословил. Даже здесь поехали тоже. Поп установил свой идорский авторитет. Это идол. И мы сейчас были, он с братом. Мы не стали ждать, когда служба кончится. А пошли по соседним магазинам, продавцам. И продавцы нас приняли, они в храм не ходят. Одна сразу же в пикнике купила. Другой мы оставили, как в интернет войти. Подходим к храму, все чужое. Вся зона протравлена попом. Слыша это, говорит, радовались. У нас не начатое поле деятельности. Где вот мы сейчас были, в Шарщино. Там нет церкви. Нормально можно работать. Где приехали, есть церковь, все отравлено. Более лютых врагов нету, чем православные священники. По нагородствам, конечно, местного своего и бескопа. Вообще, слово Божие не допускает ни под каких видом. Батюшка сказал, воскресенье работает, пришли вокруг храма уборка. Я слышал, у вас здесь еще работали. Будто вы где-то там перед Пасхой или когда-то. Прекратите, чтобы Бог вас не ушел здесь. Евреи бились за субботу так, чтобы побивали камнями даже щепки, кто собирал, сучки сухие. Суббота это образно указывало на воскресенье. Любите воскресный день. Все силы положите в шесть дней. А седьмой день, скажи, для Господа. Я пойду на занятия, буду читать, пойду в храм Божий, навещать. Кому-то может ответить письма. Для Господа. Я этот день посвящаю моему любимому Иисусу. Он так назначил. Бейтесь за эту дивную духовную субботу. Ждите ее. Господи, мне сегодня некогда и Слово Божие открыт. Прости, приближается чудная суббота твоя, день воскресенья. Я его весь твоим ногам приношу. Я буду вести себя, как ты заповедовал. Деяние 18.6. Но как они противились и злословили, то он, отряжший одержи своей, сказал к ним, кровь ваша на головах ваша. Я чисто. Ныне иду к язычникам. Люди, которые не принимают Слово Божие, они уже в крови. То есть они не знают, что будут делать. Они не научены. И кровь из-за врушения заповедей. Пророки всегда говорили. Я возвестил, поэтому я чисто от крови всем. Прощаясь с пастырьми, апостол Павел говорит эти же слова. Об этом говорит 3 главе пророк Иезекиев. Если ты не говорил, он погибнет. Но его кровь. Я бы защищу с тебя. Если бы ты говорил, ты бы его предупредил. Он бы туда не пошел. Деяние 22, 18, 21. И увидел его. И он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Ерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Эти слова для меня всегда вызывают тревогу, что здесь тебя не примут. Поэтому иди к язычникам. Как будто бы мы должны все-таки смотреть. Если не принимать, менять свое отношение к окружающим. Хотя это было сказано к одному Павлу, но тень тех событий падает и на нас. Иногда говоришь, говоришь нет. Пойду другим. А что без слуху толочься-то? Не примут Господь, говорит, выйди отсюда. И пошлет Бог далеко. Вот по соседним районам уже начали ездить. Деяние 28, 24, 28. Одни убеждались словами его, а другие не верили. И не услышат этого шага, лучшим шага, не разумеет сердцем. И не обратятся, чтобы я исцелил. И так, да будет вам известно, что спасение Божьим постно язычникам. Они услышат. И опять об язычниках. Это уже 28 глава. К дальним людям. Ближние не оценили. И все время, что слышат, в себе применяют. А я оценил, что мне это готовить. Я должен был готовиться здесь долго-долго, чтобы все места выбрать, посмотреть. Вот мы как бы с апостолом Павлом в гостинице. И как он с тревогой смотрит на тех, кто пришел к нему. Они пришли, много о нем слышали. Они заинтересовались. Но пошли споря между собой. И Павел уже вдогонку им бросил. Далеко к изыщика Бог пошлет меня? Вы больше ничего не услышите. Теперь, вот сейчас. Где те люди, узнать бы, находятся, кто вышел спиной, повернулся к словам Павла? Где они? А если они так и не уверовали? А такие, конечно, были, раз они не приняли. Да ведь вещь, если одна секунда за тысячу лет кажется. И они все еще там сидят. И выхода никакого нет. Что же они сделали? А мы-то еще можем сделать. Когда люди говорят, я нахожусь как в аду, а они преувеличивают. В аду нет воды, и в аду нет покаяния. Запомните. Чем отличается вот эта жизнь? Это главное. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите. Это листовой стих. И 33, 11 из Гея. Скажи им, живу я, говорит Господь Бог. Не хочу смерти грешника. Но чтобы грешник обратился от путей своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. До чего умирать вам? Дом Израилев. Все пророки в апире стояли. К идолам кинулись. Поставят идолов и клонятся им. Но идол это все, что ты любишь больше Бога. Это может быть жена, муж, ребенок, память. Что угодно. На первом месте Христос. Нужно научиться молиться экспромтом и сразу. А что говорит Слово Божие на этом? Господи, а чего ты хочешь от меня? Мысленно помолиться. Нас так, не допусти, да не сокрушен буду. Господь сразу все переменяет. Не забывайте молиться. Сейчас такая опасная пожароопасная обстановка. У нас в лагере Сена нет. У нас правила, мы каждый вечер вокруг обходим и считаем до воскресных брох. Потренируйте детей, бросьте перед ними спички, коробок, чтобы они не прикоснулись. Я его тренировал в прошлые годы. Дети будут играть. Вы, я вижу, у меня работа. Дети стоят, приходят, пальцы грызут. Я их в лагере отучил почти всех. Крапивой прожег ему, рот ему, а потом перчатки надел. И все. Работайте над ними. Я вижу, приходят в храм, стоят, ногти грызут и грызут. Даже от этого не можете отучить. Работайте. И вокруг дома обходите и молитесь. Не дай Бог загорится. Вы же понимаете, что у вас ни скотины, ничего не останется. Да ладно, сейчас сам из дома выскочишь. Неужели сердце не тревожится? Римлян 10.19. Еще спрашивают, разве Израиль не знал? Но 1 Моисей говорит, я возбужду вас в ревность, не народом раздражу вас народом несмысленным. Он даже народом не называется. Тот народ, который Бога не знает. И он нас раздражил. Чем? Потому что они будут обращаться. Бог нас раздражает сектантами, эритиками. Они знают Евангелие. Они считают Слово Божие. Печатают Златоусты сейчас. Что удивительно? Святых Отцов печатают однеленные баптисты. У них новые мученики. Жития прекрасноящие пишут. У нас полная глухота. Строить храмы, монастыри, храмы, мощи, крестные ходы, мироточения. Еродивая Русь. Римлян 11.12. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Это лишь и это в евреях. Евреи обратятся в конце к Богу. Сегодня они жены проклятые, а завтра будут возлюблены Бога. Бог их примет. Сегодня они распинатели, завтра будут трамя Христа целовать и возряд на того, которого пронзили. Предсказано, что наша русская нация в конце обратится к Богу нигде нет ни одного слова. А евреи придут. И поэтому, особенно отношения евреев, будьте осторожны, чтобы лишнего слова не сказать. А только им дать понятие о Христе. Патриоты сегодня прямо подбивают к тому, где и житов спасая Россию. Зинать их, и тогда у нас что-то будет. У нас ничего не будет. Это план Божьего спасения, так Бог назначил. Падение их, отступление, это Божий план. А потом будет обращение, и когда обратятся, какая радость будет во всей Вселенной. Это Божий план. Это чадо-урамы. Но они отступили от Бога распинатель. Если Бог природных ветвей не пощадил евреев, то пощадит ли нас? Он нас вырубит, выживет, и свидание останется. Иеремия 1, 31. Так и они теперь непослушны для помилования нас, чтобы и сами они были помилованы. Может, потому сектанты не помилованы. Еретики вокруг нас, чтобы им принесли чистое словесное молоко, показали, что без церкви нет спасения. И чтобы эти еретики, сектанты, которые узко смотрят на истину, как через щель танковую, чтобы и они посмотрели на весь мир глазами святых отцов, как им Бог дал разуметь Священное Писание. Чтобы они пришли в церковь, имели истинно рукоположенное священство. Аминь.